Больше 30 лет Вера Пешкина проработала дояркой. Скоро уже и пенсия, но расставаться с животноводством женщина не спешит. Говорит, хоть пол мыть, а всё равно буду приходить к коровам. Вера Степановна скромничает, ведь её профессионализм вносит лепту в успехе всего предприятия. Она у нас неоднократно награждалась, посложной список у неё отменный, поэтому и дальше у неё вот это вот продвижение и пошло. Заслужила и, так сказать, за свой труд, это ей благодарность. Я думаю, что это справедливо. Каждый рабочий день Веры Пешкина начинается с дойки. Всего их три. Первая в пять утра. Вот, понимаем, бумажки мы. Отсюда открываем, сколько нам надо. Или наматываем. Кладём в карман. Две штуки на одну корову. Ну, какая корову, если мозг грязный попадётся, то больше придётся протирать. За смену женщине приходится доить свыше 300 коров, а когда-то и 30, казалось, много. 17-летняя девчонка, она пришла работать дояркой на ферму в селе Верхкайон и всей душой полюбила эту профессию. Через несколько лет переехала в посёлок Маяк. Вопрос, с кем работать, перед ней уже не стоял. Только дояркой. Обракаешь. Потом с ответкой раза два-три. Чистая корова. Родное предприятие развивалось, перестраивалось на современный лад. Идти в ногу со временем с придовыми технологиями приходится и Вере Степановне. Единственное, о чём жалеет, теперь коров не называют по кличкам. Изменился принцип дойки и выросло стадо. Сейчас голову я всех коров своих знал. По именам, по нерусским кино. Посмотришь эти нерусские, эти материалы. И они у меня там все, группа была такая. Мария Лопус, Гита. Изауру есть. Какие были, только не было. Вера Степановна работает на агрофирме не только дояркой. За ней закреплён самый ответственный участок – родильное отделение. Первые часы для новорождённых телят – самые важные в жизни. Особенно, когда речь идёт о племенном стадии. Первая порция молока, которая должна попасть в телёнку, это очень качественное молоко. И тут роль профессионала, высококвалифицированного работника, очень высока. Поэтому она у нас на том месте и находится. В этом году Вера Степановна в очередной раз подтвердила своё высокое мастерство. На районном празднике её награждают почётной грамотой и премией, а её имя внесут на доску почёта. Неделя же ранее, на областном Дне урожая, Вере Пешкиной было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Новосибирской области». Агрофирме Лебедёвская работников, чей профессионализм был бы оценён на столь высоком уровне, ещё не было. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова